Здравствуйте, добрый молодцы и красный девицы, Азьесим Иван Саревич. Вышла моя новая книга «Вечный календарь», в котором описывается народно-крестьянский календарь месяца слов. И вы можете узнать смысл каждого из 365 дней в году. 31 октября. Лука осенний. День святого Луки. Лука в день. Лука осенний называют в народе этот день. Наступило время, когда зима, сабела гнезда, сымается, к мужу в гости срежается. Дай-ка я на святой Руси погощу, в деревне села навещу, пиво попью, пирогов поем. В этот день большое внимание уделяется Луку и его целебным свойствам. Не дармо мы по сей день слышим поговорки о способности Лука защищать человека от всех хворей. Лук от семени лук. Лук до баня все поправят. Кто ест лук, тот избавится от мук. В деревнях именно на день святого Лука в старину устраивались луковые ярмарки. Каждый человек в этот день обязательно съедал немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних хворей. Считалось, что лук съеденный в луках в день может излечить даже от хронических заболеваний. Растения это также используют для лечения кожных заболеваний и повреждений. Лук толкли в ступах, после чего наносили на раны. И в скором времени они затягивались. Женщины использовали лук для придания красоты коже и волосам. Приметы. Если облака по небу плывут с севера на юг, погода будет ясной. Если рога месяца смотрят в северную сторону, тогда в ближайшие дни погода будет сухой. Если месяц направлен к югу, то слякоть продержится до начала ноября. Если ёрш в сети попался, хорошего улова не жди. До весеннего луки, 5 мая, нет ни хлеба, ни муки. А пришел осенний лука, есть и хлеб, и мука. Ура! 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 Ура!